В Белоруссии, в окрестностях города Лепель. Вот объявление о прибытии армии Каминского. Но почему в Белоруссии? Летом 43-го положение Локотского округа стало угрожающим. И Каминский после согласования с немецким командованием отдал приказ об эвакуации Рона и гражданского населения округа в район города Лепель, Витебской области Белоруссии. Положительный для немцев опыт создания русского квази-государства Локотского самоуправления был перенесен в Белоруссию. Фактически бригада Рона рассматривалась как образцовая политическая модель управления оккупированными территориями. Основной задачей, поставленной перед переселенцами, была борьба с партизанами. Появились они на Лепельщине в 43-м году в июле месяце. И партизанское движение в нашей местности было сильно развито. И каминцы решили вместе с полицаями, эсэсовцами уничтожить его. Каминский провел ряд крупных операций по очистке Лепельской зоны от партизан. Из-за изменившейся обстановки на фронтах, захолустный Лепельский район стал стратегически важной тыловой зоной группы армий «Центр» Вермахт. В то же время наступление Красной армии и усилия Центрального штаба партизанского движения вызвали активизацию действий патриотов в немецком тылу. Карательные операции отозвались еще большей ненавистью к оккупантам. В такой ситуации передача решения этих проблем в руки Каминского всех устраивала. Фактически Каминцы вели себя в Белоруссии как оккупанты, так и не сумев включить местных жителей в жизнь своей полицейской республики. Партизаны Лепельской зоны тоже не сидели сложа руки. Но кроме чисто боевых операций, одним из самых эффективных способов борьбы с карателями была пропаганда. Правда, с Каминцами все было не так просто, хотя усилия предпринимались серьезнее. Масштаб используемых ресурсов впечатлял. Когда освободили Бранщину, Красная Армия, мы своим агитаторам, женщинам, которые были, ходили к ему гарнизону в Боровку, у Лепель и рассказывали им, что вы делаете. Ваша Родина, наши освободили. Если у вас есть совесть, вы можете еще себя перед народом, перед страной также освободить от этого, значит, коварства. На многих это действовало, и они переходили с водами, ротами. Наибольшее влияние на умы производило все же продвижение Красной Армии. Многие предатели начали задумываться о своей дальнейшей судьбе, ища в переходе к партизанам свое спасение. Переходы Каминцев на сторону партизан были, но в целом это явление не носило массового характера. С одной стороны, значительная часть из них была врагами советской власти по убеждению, с другой, все понимали, что их многолетняя война на стороне Гитлера вряд ли будет прощена. В Лепеле все идеи Каминского создания новой России, без жидов и большевиков, постепенно сошли на нет. Ему так и не удалось найти поддержку со стороны Гитлера.